Добрый вечер, в эфире Тагилтв. Итоги дня. Мои коллеги и я, Марина Хрусталева, готовы рассказать о событиях пятницы. Дольщики ЖК Тимеевзевский вновь встретились с застройщиком и сотрудниками прокуратуры. Сроки строительства сдвигались уже не раз, а летом было возбуждено уголовное дело. На каком этапе сейчас находятся работы? Автомобильная авария, виновником которой стал мальчик 2009 года рождения, произошла сегодня. Подробности расскажем через несколько минут. Фотоработы, графические, живописные произведения и многое другое можно увидеть в Музее изобразительных искусств. Там открылась выставка с необычным названием «Вверх по вертикали». Ход реализации в Нижнем Тагиле национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» обсудили на совещании в городской администрации. О достигнутых результатах и возникших проблемах в следующий репортаж. На 17 из 24 объектов, ремонтируемых по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» подрядной организацией является УБТ-сервис. 5 уже сданы. Это участок Восточного шоссе, улицы Азовская, Басова, Товарный двор, Хвойная. Составлен график на сдачу следующих объектов на следующей неделе и остальные там 20-25 числа более такие значимые объекты – это Восточный шоссе и Северное шоссе, и улица Окуна еще. Муниципальное предприятие «Тагилдорстрой» – подрядчик на семи объектах. Сдана улица Челюскинцев. 10 сентября комиссии предъявят улицу Гагарина, 15-го – Учительскую. В соответствии с контрактом на 30 до 30 сентября необходимо предъявить улицу Жуховского, улицу Кулибина и улицу Крымскую. То есть на улице Жуховского мы работаем сами, то есть объект будет предъявлен, по остальным улицам работают подрядцы субподрядные организации. Серьезные претензии возникли к субподрядной организации «Уралстроймонтаж». Нарекание вызвало качество ремонта улицы Крымской. Работу, выполненную на улице Металургов, глава города Владислав Пинаев назвал безобразной. Контракт по Металургов с «Уралстроймонтажом» будет расторгнут. Объектом займется УБТ-сервис. Улицу Металургов в любом случае мы вытянем, вытянем, чуть с опозданием срока, но тем не менее сдадим. У нас другого варианта нет. Крымскую улицу восстановят. До вторника среды «Уралстроймонтаж» должен провести все необходимые работы, претензии, по которым выставлены. Кроме улицы Металургов и улицы Крымской, все идет нормально, все идет в графике. В 2019 году по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» должно быть отремонтировано более 29 километров трасс, общей площадью около 350 тысяч квадратных метров. Расходы федерального и местного бюджетов составят 625 миллионов рублей. Алексей Алексеев, Вадим Усков, Егор Егошин. Новости Тагил-ТВ. Сегодня утром произошла автомобильная авария с участием мальчика 2009 года рождения. По словам ребенка, он находился дома один, после чего решил поехать в школу на автомобиле. О своем решении он никому из взрослой говорить не стал, а самостоятельно взял ключи от родительской приоры и отправился на парковку. Проехав несколько метров, школьник допустил столкновение с автомобилем «Митсубиси». Я водитель «Митсубиси», двигалась по улице Уклана со стороны Ленинградского проспекта. Напротив сюда увидела «Приору». Она двигалась не совсем нормально, и за рулем, как оказалось, был ребенок. И на всей скорости он въехал нам в заднюю часть нашего автомобиля. Ранее школьник автомобилем не управлял, а только передвигался в качестве пассажира. На момент ДТП он пользовался штатным ремнем безопасности. В результате аварии транспортные средства технически повреждены. Ребенок доставлен в больницу с ушибом носа, где ему назначено амбулаторное лечение. В отделении по делам несовершеннолетних по факту происшествия направлена информация о привлечении к ответственности законных представителей ребенка за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Дольщики ЖК Тимирязевский вновь встретились с застройщиком и сотрудниками прокуратуры, чтобы посмотреть, как идет строительство их дома. Сроки сдвигались уже не раз, а летом было возбуждено уголовное дело. На каком этапе сейчас находится строительство? Смотрите далее. Дольщики пресловутого ЖК Тимирязевский вместе с сотрудниками прокуратуры и журналистами приехали на объект, который по срокам уже должен быть готовым комфортабельным жилым комплексом. Качество строительства также оставляет желать лучшего. Фасад отделан, почти готов один из подъездов. Все бы ничего, но с потолков бежит вода, а людей, работающих на объекте, сегодня можно буквально пересчитать по пальцам. То, что они хотят пол залить и говорят, что заканчивают, с учетом еще оставшегося объема работ сделанного, и не видя оборудования, каким они делают, это все вызывает сомнения срок издачи. Изначально дом должен был быть сдан в конце 2017 года. С того времени сроки сдвигались неоднократно, а этим летом было вовсе заведено уголовное дело. Но представители застройщика настроены оптимистично. Через месяц обещают показать уже законченные работы стройнадзору. Внутренняя отделка и придомовая территория заверяют, будут готовы, и собственники получат ключи. За ходом строительства наблюдает прокуратура района. По динамике строительства, конечно, они не укладываются в те сроки, которые они изначально указали, как и предполагалось всеми. Динамика определенная есть. Если будут работать, надежды, я думаю, имеются до зимы этот дом сдать. В настоящее время идет формирование пакета документов для создания в Свердловской области фонда защиты прав участников долевого строительства. Новая структура сможет брать на себя функции застройщика проблемных объектов, чтобы защитить права покупателей в случае банкротства застройщика. Николай Палкин, Михаил Крюков, Андрей Фатыхов. Новости Тагил ТВ. В Нижнем Тагиле вынесли приговор четырем молодым людям, которые готовились распространять наркотические средства на территории города. Мужчины устроились работать в интернет-магазин. И с его помощью, не будучи знакомыми, объединились в преступную группу. И приняли от неустановленного в ходе следствия лица крупную партию наркотика. Следствием было установлено, что оператор с целью последующего незаконного сбыта делил оптовые партии наркотического средства, затем раскладывал свертки по тайникам, расположенным на территории Нижнего Тагила. Распространять наркотик молодые люди планировали с помощью системы закладок, но один из них был задержан сотрудниками полиции. После арестовали остальных участников. Всем им вынесен приговор от 9 до 11 лет с отбыванием наказания в колониях строгого режима, который до вступления в законную силу они могут обжаловать. В Нижнем Тагиле спасатели освободили пятилетнего мальчика, который засунул руку в косметологическое кресло и не смог ее вытащить. Сообщение в скорую помощь поступило сегодня около полудня. Медики помочь не смогли, вызвали сотрудников поисково-спасательной службы. На место происшествия специалисты выехали незамедлительно. Они освободили руку малыша, ребенка передали сотрудникам скорой помощи. В детский сад номер 55 приехала пожарная машина. Чрезвычайной ситуации не было. В дошкольном учреждении прошел развивающий открытый урок в рамках месячника безопасности. С развитием темы Анна Кизилова. Знакомство с пожарной машиной, разнообразными техническими средствами и самими пожарными. В детском саду номер 55 прошел урок в рамках месячника безопасности. Все готовы? Да! Слышать будете внимательно? Пожарные рассказывали детям о работе в системе МЧС, о том, какое есть пожарно-техническое оборудование и ручной инвентарь, и для чего они нужны. Дети посидели в машине, примерили спецодежду пожарных. Также пожарные показали детям, как работает пожарный ствол. Мне понравились молотки, там понравились всякие топоры, которыми двери ловаете. Тебе что понравилось? Мне понравилось, как тушили огонь. Мне понравилось, как тушить пожар. И молотки, как разбивать двери. Мне понравилось топор, лестница и пожарная машина. И мне раз и как вот идет вечеек. Я запомнил, какой номер пожарных. Ной один. Молодец! Знакомство детей с пожарными и спецтехникой проходит в рамках месячника безопасности. Он стартовал 19 августа. Весь месяц специалисты выезжают в школу с демонстрацией технического оборудования, а также проводят экскурсии по пожарной части. Цели пропаганда пожарного дела. Цели это пожарная профилактика. То есть, чтобы дети соблюдали правила пожарной безопасности. Начался новый учебный год. Здесь мы отрабатываем и учебную эвакуацию. Чтобы дети легко ориентировались именно в экстремальной обстановке и соблюдали правила пожарной безопасности в быту. В рамках месячника безопасности открытые уроки пройдут в дошкольных и образовательных учреждениях не только с участием пожарных, но и сотрудников полиции и госавтоинспекторов. Полина Зорина, Анна Кизилова, Евгений Иринев, Егор Егошин. Новости ТГИЛ-ТВ. В 80 лет исполнилось Водоканал ОНТ. Сегодня в честь юбилея сотрудников коммунальной службы наградили почетными грамотами и благодарственными письмами. За высокий профессионализм, образцовое выполнение своих обязанностей, существенный вклад в развитие предприятия, порядка 30 работников организации получили награды. В Водоканале я работаю уже 6 лет. Награду получаю уже не первую, вторую. На первую, к сожалению, не смог присутствовать. Ну, по поводу награды, видимо, есть за что наградить. Ценят мой труд, видимо, умения, способности. Ну, я рад, что приношу пользу. Нашему городу, жителям. Ваша ежедневная кропотливая работа порой остается незамеченной, незаметной. Но от этого она не становится менее важной и нужной. Ваш труд всегда востребован и значен для города и его жителей. Дорогие коллеги, я горжусь тем, что ежедневно дружусь вместе с вами. Горжусь каждым из вас. Желаю, чтобы работа была для нас спокойной и плодотворной. С праздником всех вас, с юбилеем. У нас все получается. Город полностью обеспечен водой. Значит, то, что было заложено 80 лет назад, было сделано абсолютно верно. Вот за последние годы работы в Нижнем Тагиле, вы знаете, случались разные ситуации. Аварийные, аварийные. Были истории, с которыми приходилось справляться, искать решения, находить какие-то либо выходы. Но я могу сказать одно, что какая бы ситуация ни возникала, когда бы я лично не обращался в водоканал НТ, всегда мы находили решения. За последние 12 лет аварийность на водопроводных и канализационных сетях снизилась на 50%. Сегодня работу водоканала обеспечивают более 800 специалистов. В рамках празднования юбилея состоялся финал корпоративного конкурса «Мисс и мистер водоканал». В нем приняли участие 10 человек, 5 мужчин и 5 женщин. Сегодня они также получили награды, кубки в виде звезд и подарки. Решение проблем загрязнения окружающей среды по плечу каждому тагильчанину. Это решили доказать сотрудники компании «Рефей» регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Они вышли на уборку территории на Муринских прудах. Это место зачастую славится тем, что сюда ходят люди отдыхать из ближайших домов. Чтобы не загрязнять и не засорять природу, которая нас окружает, особые условия для данного случая не нуждаются. Главное не выбрасывать мешки, мусор, с чем вы приехали на пикник, на шашлык, а увозить с собой. К акции, которая прошла в рамках экологического марафона «Чистые берега Урала», присоединились представители администрации Ленинского и Тагилстроевского районов, Горноуральского городского округа, общественники. Мусор, оставленный тагильчанами, собирали около 60 человек. В компании «Рефей» надеются, что усилия не будут потрачены впустую и к приведенной в порядок зоне отдыха станут относиться бережнее. Фотоработы, графические и живописные произведения и многое другое можно увидеть в Музее изобразительных искусств. Там открылась выставка с необычным названием «Верх по вертикали». Подробнее в сюжете Полины Зориной. Яркая палитра всевозможных цветов, плавные контуры и четкие линии. От разнообразия работ на выставке «Верх по вертикали» разбегаются глаза. В Нижне-Тагильском музее изобразительных искусств открылась итоговая выставка фестиваля молодежных культур. В музее с начала 2019 года прошли три выставки молодых тагильских художников. И во время работы каждой выставки работал экспертный жюри. Они оценивали работы. И вот здесь представлены те произведения, которые получили наибольшее количество оценок. Хотя есть и исключения. Есть те работы, которые здесь показаны впервые, не были показаны ранее. Но они тоже заслужили очень такие вот высокие оценки. На выставке представлено около 50 живописных и графических произведений, фотоработы молодых авторов и предметы декоративно-прикладного искусства. Все это дети, чем молодых тагильчан, посвятивших свою жизнь творчеству. Помню, родители до сих пор ругаются, что я с трех лет рисовала на стенах карандашами. Они мне не запрещали, потому что я их единственный любимый ребенок. Но до сих пор мне припоминают. Здесь ни одна работа не похожа на другую. Техники и сюжеты, выбранные авторами, погружают посетители в мир художественных образов и раскрывают разнообразие взглядов художников. Представлены мои иллюстрации к стихам Саши Черного. На стихи, как вы видите, можно посмотреть, ознакомиться. Работа сделана непосредственно, как детский рисунок. Ну, как бы так, легко. Старалась вот это вот преподнести, такую легкость, наивность в работах своих. Вверх по вертикали – это постоянное движение, самосовершенствование и поиск собственной индивидуальности. Разнообразие творческих мероприятий для нашего города уже стало доброй традицией. Я с удовольствием приветствую очередное мероприятие, посвященное фестивалю молодежных культур. Конечно же, это стало, безусловно, ярким событием культурным нашего города. Как уже сказано, было реализовано три выставки, в которых были показаны работы. Кроме этого, цикл поэтических вечеров, концертов, даже театральных представлений. Мы полагаем, что у нас получился некий синтез культурный, который, безусловно, даст толчок для развития творчества нашей молодежи. Увидеть работы молодых творцов тагильчане смогут в Музее изобразительных искусств в течение месяца. Полина Зорина, Евгений Иренев, Егор Егошин. Новости Тагилл ТВ. В выставочных залах Музея-заповедника открылась городская выставка-конкурс «Мастер года». Декоративные панно и гобелены, женские украшения, шерстяная живопись. И это неполный список того, чем тагильские рукодельники удивили посетителей. Более 30 участников представили около 150 работ. Среди них молодые авторы и опытные художники. В этом году конкурс «Мастер года» отмечает 20-летний юбилей. 20 лет назад, когда только был учрежден этот конкурс, одна из основных идей этого, задачей конкурса была поддержать мастеров в народных промыслах и дать возможность мастерам выставляться, показывать свои работы и соревноваться. Мне кажется, что конкурс существует 20 лет и он успешен, говорит о том, что идея была правильная. Лучших мастеров определить жюри. А посетители смогут проголосовать за понравившиеся работы и выбрать победителя в номинации «Пресс зрительских симпатий». Выставка будет работать до середины ноября. Такова информационная картина этого дня. Мне остается лишь напомнить, делайте новости вместе с нами. Звоните по телефону 4195-51 или оставляйте сообщения Тагил ТВ в социальных сетях. На этом я, Марина Хрусталева, прощаюсь с вами. Отличных выходных! Рубрику представляет компания «Сенегорье». В Нижнем Тагиле стартовало первенство Свердловской области по баскетболу среди девушек 2005 года рождения. Среди них гости из Кировграда, Верхней Пышмы, Екатеринбурга, Богдановича. Это первое соревнование в соответствии с регламентом Российской Федерации баскетбола. В областях, в регионах России должны определиться призеры турниров, которые получают, кроме заветных медалей, но еще и путевку на первенство своих федеральных округов. Поэтому, кроме, еще раз говорю, распределения мест в общем рейтинге сильнейших команд Свердловской области, две первые команды будут защищать честь Свердловской области уже на соревнованиях Уральского федерального округа. Первый комплект областных медалей нового сезона будет разыгрываться до 8 сентября. Хотите пить настоящую родниковую воду? Обращайтесь в компанию «Сенегорье» и вам доставят воду из экологически чистого источника, расположенного в заповедном уголке природы. Вода «Сенегорская» – залог здоровья и успеха. Телефон службы доставки 40 1207. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова